Демократия Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд і випуск присвячений російській пропаганді, їхній кринжатині і, звісно, всьому тому, що вони набрехали про нас, про світ і про себе. Для того, аби нічого не пропустити, не забувайте підписуватись на ютуб-канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте, так-так, авансом, але лишити нам вподобайку. Ну, це ж нижній. Ребята, ви че, зовсім, типо, вот, це... Ну, вот такая вот доступна среда. Буганский зверь, банкомат. Боже, як я щастлив. Такой вот небольшой ручеёк. Можно подумать, конечно, что это родничок, но... Есть одно «но». Здесь стоит туалет местный, пляжный. А вот это коллектор. И вот это вот все говнище, извините за ворожение, оно вытекает отсюда. И течет дзержинский карьер. А люди и дети здесь купаются. Росиани брешут рівно стільки разів, скільки відкривають рота. І це істина не то, яку ми вивчили за останні два роки повномасштабної війни. Ні, ми це знаємо набагато довше. З 2014 року вони вправно використовують слово-підтасовку фактів і псо проти нас. Хоча б почати з історії із розп'ятим хлопчиком. Тож нині вони просто виходять на новий рівень. Хоча і деколи вони самі себе компілюють, повторюють і копіпастять. Одним словом, ми кожен день невпинно будемо показувати, як вони зашкварились, як вони набрихали і перекрутили. Для того, щоб знову і знову це збирати у величезну папочку, яка одного дня обов'язково поїде в Гаагу і спрацює проти російської пропаганди. У нас сейчас главная задача даже не оздоровить детей. У нас задача спасти детей. Іногда у нас є можливість дітей вивезти. І зачастую ми сталкиваєшся з проблемою, що слишком больші можливості затрудняють прийняти рішення сторони родителей. Моє предложення – поддержати предложення Андрея Викторовича і формувати відправку дітей не ісходя з выбора міста відправки, а ісходя з комплектовання тех груп, які відправляються в той чи інший дітський оздоровительний лагір, в той чи інший регіон. Єдинственне спасення України – це відправка від відправки від цього іншого формування під названням Україна. Україна – це свастіка, яка має бути запріщена. Але не змогли. Це символ зла. І я іскрені считаю, що гарантиєю нормальних життів на цій терміні є «жизня вместе внутри Росії». Без Росії ця терміра буде вечно обречена на роль предателю. Предателю, тому що именно цю роль Запад і уготовив для цій терміні. Я взагалі не считаю, що є якісь признаки висловання українського етмоса. Його просто немає. Ні у українського етмоса, його не существує, це міф. Як придумали австро-венгерські сотрудники секретної полиції, так він і существує. В Василия Вашиланського ви не верите, що він істинний український? Я считаю, що люба нація, яка має має Толстого і Булгакова на Григория Сковороду, це признак дебилизма. Потому що сковорода – це і є сковорода. Якщо ми возьмемо українських мислителів націоналістського толку, то ви найдете умних людей ровно ноль. Ні одного стоящого деятеля українського искусства. Я просто хочу Вас подвести к тому, що любі попытки самостійності України, які підприємалися на протяжі некоторого року, смутних, тяжелих времен імперії, вони привели к чому? К полному коллапсу, к полному хаосу. І ці коммуністічні заігрывання з українською знатию, які почав Ленін зі своєю шобою і продовжували інші 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 інші, і привели до того, що в нас є вона Україна. Не будь днепропетровського лобби, не будь нашего толерантного отношения ко всяким маразям типа Грушевских, не було б даже самой основи говорить о независимом украинстві і о разновекторності розвиття українського і русського народу, яке провозглашено в качі офіційній ідеології зараз на Україні. Разновекторність у них. Вони лопухом жопу, извините меня, підтирали, коли слово розновекторність придумали, вони його навіть не знали і до сих пор не розуміють, що це значить. Якось поділити по регіонам. Кто можна сказати за, хто проти России, яково настроение? Ну, зараз, якщо взяти ту повістку, яка є, та частина суспільства, яка вовлечена в неї, ну, конечно, це тільки антироссійська, безусловно. Хоч на востокі, хоч на западі України, хоч в центрі. Давайте говорить откровенно, що население України, то есть, как бы... Верне, Україна, як антирусський проект, на нас формувана. І не сьогодні, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашій студії. Говорю, що не треба строити іллюзій. Якщо со страною, з території не работать, то нічого не буде. А сейчас ситуація вообще в корне изменилась. Після февраля 2022 року. Тому давайте говорить так, що безусловно, ви говорите там родственники, хто смотрит, хто слушаєт, ведь многие связи оборвались. Що за долгодов, там, второго Майдана, или перед вторым Майданом, когда я могу сказати, це була точка водораздела, это, вернее, был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно. Вот, как говориться, на разрыв, и общество тоже пошло на разрыв, как бы, в связях с Россией, в отношениях к России. Расскажите, Василь Васильевич, так, дела как строилось? Дела превосходно, строилось тяжело, но... Почему? Получилось реализовать. В общем, тяжело. Ну, тяжело, в плане того, что изменились сроки, скажем так, с учетом новых директивных сроков, объект необходимо было завершить ровно на год ранее. Что, в принципе, нам удалось. Да, на год раньше это стоило. Ну да, контракт был предусмотрен в июле 25-го года, соответственно, сегодня июль 24-го, ровно на год раньше. А за счет чего? За счет организации, конечно, профессионализма, скажем так, нашего руководящего состава, самих рабочих. Ну ладно, не ругайся матом. Не буду ругаться, хорошо. Я же подготовился. Ты думаешь, я не готовлюсь? Ты же слышал, как косинец матом ругается. Одни матерные слова. Это же не только термины надо было выучить. Ни на испаке, ни на экфаке я этого не учил. То есть вы термины знаете. Хотя уже научили вы меня за это время. Да. Я бы там хотел сказать. Но ведь на сегодняшний день надо думать о безопасности, в том числе, наверное, нашего президента. Я больше, чем уверен, об этом серьезно думаю. Но посмотреть. Ведь Фицца, Рубан, да, там, и Трамп, они не последние. Сегодня любой неугодный будет уничтожен таким же образом. Любой неугодный будет уничтожен. Когда мне говорят, что демократия – это хорошо, судя по кадрам из Америки, я говорю, что это нехорошо. Но нехорошо. Такая демократия никому не нужна. Я не хочу такую демократию у себя в стороне, например, где стреляют президенты. Я не хочу такой демократии, где друг друга ненавидят. Я не хочу такой демократии, где полностью расколото общество. Я не хочу демократии, где распущенность важнее прередочности. Я за всем вот этим покушением на Трамп. Понятно, что, наверняка, он выиграет выборы. Если его во второй раз не пристрелить, честно говоря, при такой охране, что тоже вполне вариант. на самом деле надо сделать выводы, наверное, и идти дальше. Понятно, что вопрос стоит, конечно, в Украине, но не только в Украине. Я уже с этой трибуны говорил много раз о том, что война мировая идет уже сегодня. Просто эскалация, та, которая Америка закручивает со своими сателлитами, она дает намного больше вызовов. И когда мы говорим, а как же нам противостоять, у нас есть там скептики, у них самолетов там в три раза больше, ракет там тоже больше. Есть нормальные варианты развития событий. Я остановлюсь еще на системе управления. Я могу сказать, что есть явные уязвимые точки, по которым надо на сегодня смотреть. Надо прогнозировать войну, которая будет через пять лет, она будет совершенно другая. Надо развивать сегодня все, что касается роботов искусственного интеллекта. И первую уязвимую точку, я могу точно сказать, достаточно критически важная для Соединенных Штатов Америки, это космическая группировка спутников НАТО и тех коммерческих спутников, которые идут в аренду. Второе, это, исходя из теории светоцентрических войн, все кабеля, которые положены, или коммуникации, которые есть, потому что с нарушением глобальной системы управления все сверхвысокоточное оружие, которое сегодня имеется на вооружении у стран НАТО, становится бухтовидным оружием. Никаким невысокоточным, нерезко применяемым. Видно, недалекий, я реально не могу понять, как мы, с одной стороны, поставляем этим сволочам титан, а от них не получаем запчасти, которые нам нужны для обслуживания и самолетов, которые они производят из нашего титана. На хрена нам деньги за этот титан? Что, бартер нельзя напрямую? То есть это, вот, неужели такая простая мысль, вот эти гениальные головы не приходят? Ну, должно прийти-то. Вот они вот сегодня накалились. А ведь сегодня вот эта эскалация, она может быть совершенно другая. Если, не дай бог, я вот так скажу, ситуация в Америке пойдет по пути эскалации внутреннего конфликта, то мы не знаем, как себя поведут все остальные. Я вам точно могу сказать. Они будут север, юг, там, западные, восточные, там, красные, белые, синие, фиолетовые, черт кто знает. А ведь страна, обладающая громадным потенциалом ядерного оружия, я так хочу напомнить, сопоставима с нашим. И вот тот хаос, который может породить вот это противоречие, которое сегодня находится в Соединенных Штатах Америки, нам, наверное, надо, чтобы генеральный штаб просчитал, наверное, хотя бы 5-8 вариантов развития событий. Не надо их там опубличивать, мы хотя бы должны понимать, куда бежать, в каком случае. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на нашей земле. Проводимая специальная военная операция показала нам направление по совершенствованию системы материального обеспечения войск. Данные сведения нами обобщаются и внедряются в практику. Каждый новый день самые передовые технологии ведения вооруженной борьбы и ее материально-техническое обеспечение находят свое применение на фронте. Социальные мережи для россиян – это как векно або двери в пекло. Ну, в принципе, в пекле они и так живут, но лишь через них мы узнаем, что насправді происходит за поребриком и на московских болотах. Неймоверное дзеркало. Сдаётся, что российская пропаганда каждый день рассказывает про одно, а как начнёшь копать и дивиться, что сами россияне выкладывают в социальные мережи, как они показывают своё життя, как они коментуют всё, что происходит, диво даёшься, как они не помечают цією відмённости. Особисто я давным-давно переконалася, что их социальные мережи нужно не только вырезать и демонстрировать, и анализировать в нашей программе, а ещё, конечно, перекладывать и тиражировать, показывать это как кунсткамеру на заходе. Одним словом, те, чим мы были больше удивлены, шокованы, и, кажется, каждый раз, что они не могут пробить больше дна, но мы заходим в социальные мережи, находим россиян и понимаем, нет, в эту игру они могут играть бесконечно. Мне вообще два пошли. Добро пожаловать. Россия идёт в гости. Сейчас захватим вашу Укропу и будем жить там два раза. Дорогие друзья, приветствую вас. Нахожусь на Луганщине. Хотел поблагодарить Виталия Бородина за его идеальную поддержку нашей страны в борьбе с коррупцией. В простонародье это называется крысы, которые воруют у нашего народа и не знают в этом меры. Я хочу, чтобы он был всегда с нами. Мы должны как народ его поддержать все его начинания, потому что это очень правильно бороться с коррупцией в нашей стране. Они уже наели столько, по-моему, переели, лопнули, но так всё и не умерли. Поэтому будем здесь, поддержим человека, поддержим наш канал, потому что мы с вами тоже делаем доброе, хорошее дело. Мы с первого дня войны боремся с этим беспределом в стране, на фронте. Виталий, спасибо вам большое, что у нас есть ваша футболка, это сила и мощь. Спасибо. У меня сейчас нет денег. А что вы такси тогда вызываете? Мне на работу надо. Ну иди пешком. У меня на работу придут, я у тебя переведу. Пускаю его на воду, снимаю рюкзачок, укладываю рюкзачок на паром. И так, на паромчик. Дальше ставится ведро, дальше ставятся тапочки, сюда. Паромчик спускается на воду. И все. И с господом. Субтитры делал DimaTorzok А на море белый песок, дружится мы в земле. А на море белый песок, Вот такая обстановка. И под сам кинуть, друзья, конечно же, напоминаю вам, насколько важно, чтобы вы не забыли подписаться на YouTube канал Курманного лайфа, и, конечно же, оставить нам в подбайку для посвящения всей зібрано информации. Для того, аби і інші глядачі і користувачі YouTube в якийсь момент, звісно, як ви сьогодні відчули підвищення тиску, ну і, звісно, зміну і покращення настрою. Так завжди буває, коли ви дивитесь наш огляд російської крінджатини. Не забувайте для нас украй важливо поширювати голос правди, ну і, звісно, українські наративи. Тож ви і тільки ви, наш глядач, можете нам в цьому допомогти. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі! Дякую за перегляд!